Завершилось формирование участковых комиссий для проведения референдума по изменениям и дополнениям Конституции. В них вошли свыше 58 тысяч кандидатов. Больше половины выдвинули общественные объединения, треть – граждане. Также интерес проявили трудовые коллективы и политические партии. В Беларуси продолжается проверка сил реагирования союзного государства. Активная фаза начнётся 10 февраля. Повышенная нагрузка на подразделения тыла, размещение личного состава, заправка топлива, организация питания – всё это в фокусе внимания специалистов. Белорусские и российские военные обмениваются опытом, делятся наработками для повышения уровня взаимодействия. Минлесхоз Беларуси предлагает упростить порядок реализации населению деловой древесины и дров. Предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявок от физлиц, устанавливается чёткий список документов. Что касается ограничений объёмов, сделано это, чтобы удовлетворить спрос. Изменения затронут и биржевую торговлю. В Беларуси продолжается месячник пожарной безопасности. Спасатели проводят профилактическую работу в местах проживания граждан. При посещении домов работники МЧС обращают внимание на состояние топительных приборов, а также напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при пользовании открытым огнём и газовым оборудованием. На этой неделе ожидается аномально тёплая погода для февраля. Максимально прогнозируется 4 градуса со знаком «плюс». Местами пройдёт снег и дождь. Возможен туман и гололёд. На дорогах гололедятся. Выходные похолодает. Будет преимущественно без осадков.